Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребята, сегодня я целый день за кадром и думаю, что вы не против. В общем, мы поговорим с вами о канале Игорь Мёдов. Да-да-да, я не смогла оставить без обзора видеоролик с новой бытовкой для дедушки Лёши. И на одном дыхании я просмотрела все эти 30 с чем-то минут, и мне хотелось, правда, продолжения. И теперь придется с нетерпением ждать еще одного выпуска. Ребят, когда я смотрю видеоролики у Игоря, я сразу вспоминаю доброделов. Вспоминаю бытовку, вспоминаю бабу Галю, условия какие там были. Помните, как целый ролик стул привозили, целый ролик кровать, целый ролик и целую неделю ждали, пока плитку пришлют с этими газовыми баллончиками. Вот, ребят, кто доброделов смотрел, вспомните, как обустраивалась бытовка бабы Гали и вообще, что из этого вышло. Правда, когда это все вспоминаешь, становится не по себе. Я вспоминаю те моменты, волосы на голове дыбом просто становятся и мурашки по коже. Правда. Но у Игоря все не так. Ну, и подписчиков у него больше, потому что есть доверие, потому что есть что смотреть, видим помощь, видим заботу. И вообще он, ну, видно, что имеет огромное сердце и любовь к людям. Именно любовь к людям. И неважно, какие это люди. И я по-особенному Игорю благодарна в трудный момент, когда мне было очень плохо, за его поддержку. Он, как и много других блогеров, также меня поддержал, когда я потеряла папу, когда мне казалось, что земля уходит из-под ног, но мне до сих пор не очень-то и хорошо. Но это и говорит о человеке, что человек, он имеет внутри сочувствие, любовь к ближнему. И он настоящий, он не искусственный. Ну, и видеоролик самый классный, приятный. Правда, вот попадаются же Игорю вот такие вот немного странные, особенные старики взять бабушку Раису, но вроде как там никаких нареканий нету, если бы что-то, думаю, Игорь бы сказал. И нормально она там, походу, живёт в бытовке, всё хорошо. Дедушка Лёша, он тоже какой-то немного, знаете, такой особенный, со слов Игоря, да и, знаете, тоже заставил попереживать, да, команду. И то он в нормальном настроении, то он вроде и хочет бытовку, то тут уж ничего не надо. Но из того, что у него есть какое-то психическое заболевание, и он получается, что на инвалидности, то понятное дело. И, значит, есть какая-то всё-таки проблема, которая, ну, может быть, не так сильно заметна, но она есть. И я, если честно, очень рада, что, наконец, всё получилось. И получилось и смонтировать ролик, и выложить. Хотя, вот понимаете, ситуация действительно сложная. Монетизации нет, и денег нет, но благодаря добрым людям, которые доверяют, и есть за что доверять Игорю, всё-таки помогли, и общими усилиями поставлена эта бытовка. Причём Игорь сразу сказал, что и монетизация тоже пошла в ход частично, и помощь людей, и это нормально. Это нормально, когда блогеры, которые получают доход от видеороликов и в благотворительной цели до благотворительного плана, они тоже делятся и оказывают помощь своим подопечным. Не так, как у мальчиков. Пока не накидают на карту, помогать и покупать не будем. Только поснимаем, узнаем, как дела, и уедем. Ну, правда же. Вот я не понимаю, за что их в комсомолку впихнули. Вот почему не показали Игоря Мёдова или других блогеров, которые реально помогают людям. Единственный момент, который мне не понравился, это реклама. Но, знаете, тут можно рассуждать и в другую сторону. Это реклама VPN, которую я и увидела у Васи на сене. Кстати, про канал Вася на сене как-то я стала немного по-другому относиться к нему после того, как, ну, вот такой вот видеоролик был про бабушку-мумию. И чё-то как-то вот, ну, не знаю, пока мне не особо хочется обозревать этот канал. Но, так, вернёмся к рекламе VPN. И я понимаю, что это платный VPN. И, да, можно здесь рассуждать о том, что вот через VPN и просмотры будут якобы там начисляться. Хотя, если тут задуматься, то вообще отключили в России монетизацию, то, блин, VPN не VPN, а денег всё равно нет. Но, опять же, это реклама, за которую, ну, программисты явно заплатили создателей этой программы, да. И ребятам хоть какой доход да будет. Не то, что наши там эти уралки и компания рассказывали, как они купили, и классное VPN, и ничего там не понять. Здесь чётко, конкретно, всё по теме. Ну, да, сейчас это VPN, и на меня оно как-то действует, она как-то действует, эта программа, слушайте, непозитивно. Ну, из того, что это хоть какой-то доход к каналу Игорь Мёдов, то, ладно, упустим всё это, потому что доход нужен, и помогать людям Игорь и дальше собирается продолжать. Как бы сложно не было, но всё же, я думаю, что он не опустит руки, и только вперёд, и вперёд с помощью к ближнему, с помощью к людям. В общем, бытовка очень классная, ребят, на самом деле классная, и она не такая, как у бабушки Раисы. Она более такая особенная, то, что она, ребят, с печкой, я всё думала, как там, и чё с этой печкой будет. Ну, смотрите, как круто. Совсем немного дров, и камин можно смотреть на огонь, и тепло будет, ещё и кушать можно приготовить. Уютно, классно и тепло. Дедушка доволен, кстати. Пришлось поволноваться, когда он ушёл, но, слава богу, вернулся и нашёлся. В общем, ребят, замечательный видеоролик. И говорю ещё раз, повторяя, что просмотрела его на одном дыхании. Напишите, ребят, что думаете вы по этому поводу. Ну, а я буду заканчивать, как всегда, желаю каждому из вас. Прекрасного настроения, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.